Мне интересно вот о чем поговорить. Есть в христианстве такое базовое понятие – страх Божий. Это словосочетание, этот фразеологизм встречается в Ветхом Завете. Соломон говорит, начало премудрости – страх Господень. А в Новом Завете никто не отменяет его. Более того, Павел еще говорит совершенно удивительные слова, говорит, а иных страхом спасайте. Получается, что пугать, что ли? У меня есть свой внутренний ответ на этот вопрос. Мне кажется, он созвучен с твоим, но существует ли понятие страха Божьей в ведической традиции? И пугаешь ли ты народ? Есть действительно метод. Они есть разные методы. Я сначала начну с низкого метода, а потом мы перейдем к более высокому методу. И все это можно сказать как страх, но разные понимания этого страха. Вообще, путь подразумевает пункт А – начальную точку, пункт Б – конечную. И метод, как из точки А, попасть в точку Б. Цель наша – Бог. Это мы еще как-то понимаем, хотя, конечно, у каждого свое. Кто-то думает, что он с бородкой, кто-то с флейтой, кто-то с трезубцем. Кому совсем не повезло. По-разному. Это тоже размытое метод. Метод тоже слабо знают. Но еще проблема в том, что… Ну, говорит, ну я-то знаю, кто я. Вот люди очень часто не знают, кто они. И в действительности, вот понять свое положение перед Господом, да, начальное свое положение. Да, мы все боги, но в потенциальности своей. А как мы сейчас себя ведем, тем мы и являемся. И нужно понять, что по большому счету начинаем мы со смирения, да. Со смирения, понимания своего положения. Что мы в действительности ничто перед Господом. Мы пыль при дороге. Вот если кто-то может себя принизить, тогда его возвысит. Если бы я пришел бы к операторам, которые сейчас нас снимают, и сказал бы, я знаю очень много, что… А они бы поняли, что я не знаю, но не понимают, что я не знаю. Может быть, они не стали со мной говорить об операторском искусстве. А если бы им нужен был, они бы искали ученика, да, помощника. А я бы сказал, я вот немножко знаю, но я бы очень хотел учиться. Я не что, вот у меня есть только одно большое ухо, один большой глаз, значит, одно раскрытое сердце. Так и мы перед Господом, Господи, а я что-то вот из себя значу. Он говорит, ну раз ты самодостаточен, то и живи там в чем-то своем. Когда мы принижаем себя, тогда может как-то это все наполниться Духом Божьим. Если у нас есть какой-то каркас, мыльный пузырь вот этот, то не можем. Поэтому, что такое страх перед Господом? Раньше мы не очень четко понимали, кто мы есть, когда жили, вот, например, в какой-то деревеньке, там, 400, 500, тысячи лет назад. Куда мы могли дойти? Ну, в соседние несколько деревенек, да, в ближайший город. Для нас вся Вселенная, это было несколько поселочков, да, городочек один-два, да, всякие слухи, да небо, которым непонятно было, что это такое, какие-то свечащиеся точки и так далее. Мы думали своим обыкновенным маленьким умом, и для нас это была Вселенная. Сейчас иногда говорят, что посмотрите, миллиарды и миллиарды галактик, Вселенная бесконечна. И тогда ты понимаешь, что маленькая песчинка. Сейчас людей начали образовывать в математике. Вот на этой бесконечной прямой времени, наши 70 лет жизни, кто-то больше, кто-то меньше, в зависимости от образа жизни, это бесконечно малая точка. И вот тогда эта бесконечность, эта многомерность дает понимание, что есть, насколько он велик, и насколько мы малы. Другое дело, что он настолько велик, что каждая его часть равна всему ему. Вот он настолько велик. Но пока мы этого ничего не знаем, мы делаем по своему незнанию. Так вот, когда говорят о страхе Божьем, говорят, ты побойся Бога, ты вообще узнаешь, что есть Творец Вселенной, и есть мы. Мы ничто перед Ним. И мы все смертны, пока мы не обрели этого бессмертия. И на некоторых это действует. Есть другое понимание, что когда человек эволюционирует от животного состояния, то он уже боится не что его накажут, а боится обидеть любящего. Боится, что он что-то не так сделает и нарушится эти взаимоотношения. Он не просто приходит к Господу, как на рыночную площадь. Что вот я сейчас помолился, а машинка мне новая будет, а я сдам экзамен. А как бы все будет хорошо там. Это Бог, который обслуживает мои личные интересы. Да, обслуживает эти интересы. Вот, поэтому он другой, он не хочет материального от духовного. А он уже начал питаться этим духовным, и он уже понял, что все остальное – это вообще ничто. И как ни станет, с этого момента Господь ему дает все остальное. Вот, но когда он начал, значит, это секрет для тех, кто хочет, значит, и материального. Ну, по сути, Иисус об этом сказал, что ищите Царство Божие и правды Его, а потом все остальное приложится. А все остальное приложится. Вот наше эго, включая религиозное эго, очень часто извращает. Оно начинает сначала, получив расширение вечности, искать. Мы немощны. Очень интересно, что вот это искушение в пустыне, тоже про страх Божий. Сатанас, оно переводится как противник, менее зловещий. Вот если перевести это слово, то оно более мистичное, но менее ужасное и пугающее. Это просто противник. Это тренер. Тренер, он говорит, преклоняйся передо мной, я тебе дам все царства земные. И, кажется, убоюсь Господа, только ему поклоняюсь. А там ведь он тоже говорит, Иисус, говорит, сказано в Писании. Он не противорит. Только Господу, Богу своему поклоняйся. Ему будь верен. Но здесь ведь есть некая недоговоренность. Да, он говорит с позиции веры, а вот с точки зрения джиняны, знания ведического, он бы был не то, что он герой, что он не преклонился перед сатаной. Боюсь, что меня сожгут христиане. Он был бы глупцом, если бы он преклонился. Потому что в ведической традиции Бог дает, да и, собственно говоря, в христианской тоже, дает он властитель и неба, и земли. Поэтому, если мы идем за Богом, то нам очевидно, что нам дают и небо, и землю. Если сатана ему говорит, что, пожалуйста, ты преклоняйся, я тебе даю землю. Вот вы извините, вы мне что здесь меня обманываете-то? Вы что же мне половину хотите дать? Вообще темные существа, они обычно не врут. Они тоже очень сильные существа. Они недоговаривают. И он говорит, я же правду тебе скажу. Поэтому можно сказать, что вот он из страха Божьего не стал перед ним... А это естественно. Любой, кто имеет знание... Будда когда-то сказал, что великое страдание рождается из неведения. Если мы устраним неведение, если мы будем знать о своей истинной природе, то страха не будет, да? Не будет и несчастья наших. Поэтому в более высоких уровнях это, конечно, духовные взаимоотношения и улыбка. Может быть, Иисус в то время улыбнулся ему и сказал, сказано в Святом Писании, «Одному Господу только поклоняйся». Это не значит, что он был с напряженными бровями и так далее. Есть еще одна история про Тибет, что касается страха. Один буддийский учитель имел сына. И вот сын его, он был таким больше светским учителем. Может быть, он не обладал какими-то особыми сверхспособностями. Но он учил любви, он учил буддистскому прозрению в духе. Но в своем отечестве пророков нет. Это везде, хоть на Тибете, хоть в Иерусалиме. Его сын был практически неверующим человеком. Как был богохульником, позорил его частично перед его приходом, паствой. Но поскольку учитель был хорошим, добрым, он понял, что он очень хотел помочь своему сыну. И тогда он пошел к одному буддистскому святому, ситху, тот, кто имеет еще и сверхспособности. Он поклонился ему в ноги, также будучи учителем. И сказал, мой сын погибает. Помоги ему, пожалуйста. Покажи ему то, что только ты можешь показать. И он сказал, хорошо. И он взял этого сына в горы. Я тебе покажу кое-что. Ну, что ты мне покажешь, ты еще один проповедник и так далее. Они ушли в горы. Они ушли в горы. И этот буддийский святой, он мистическим образом развернул поталы, нижние миры. Нижние миры, где страдают люди. Они пришли через две недели обратно к отцу. Сын был весь синий, и его рвало. Он был как будто бы тяжело, очень болен. И он не мог ни с кем говорить. Было ощущение, как будто он был утопленник, и его только что оживили. Как будто он только болел, и ему чуть-чуть полегчало. Когда через несколько недель он смог говорить, его отец сказал, что что-то произошло, любимый. Сказал, он показал мне ады. И после этого он стал очень-очень верующим. Он начал читать мантру. О мани падмахум. О драгоценность в моем сердце. Хранящийся. Там это словно так переводится. И мы молимся Христу, да, Господь, помазанник, да, Божий, то есть с благословлением. Когда читаем Иисусову молитву, он начал читать. Он начал читать священные тексты. Поэтому для животных, а в Тибете есть несколько, да, и, собственно, видические традиции, есть несколько стадий практикующих пашу, животные, веры, герои и девы, божественные йогины. Так вот, для некоторых и страхом показывая, что нужно идти. Но если вы переросли этот метод, то более этот метод не должен закрепощать вас. Любите Господа. И всякий страх уйдет. Если единственное, чего-то вы будете бояться, то обидеть его. Обидеть, как мы боимся обидеть любимых своих. Словом неправильным, действием неправильным. Отец, ты сказал, что у тебя есть свой ответ. Я бы со смирением выслушал его. Как ты видишь это? Мой ответ в том, что страх обидеть любимого, страх расторжения отношений, то, что ты сказал. Но я хочу сделать тебе еще очень интересный подарок, я думаю, пригодится тебе. Поскольку ты исследователь и учитель адвоэтического направления, то слово «диаболос» – это разделяющее надвое. Поэтому мир двойственности – это как раз… Когда мы попадаем в эту парадигму двойственности, то мы, оказывается, конечно же, продолжаем находиться в Божьем мире, но восприятие мышления находится именно в этом. Поэтому интересны моменты для меня – открытие вот этих вот параллелей. Их нельзя загрублять, эти параллели, потому что в каждом учении это уникальное и неповторимое. Но в то же время очевидно видеть их при разности изложения, потому что уму хочется подбить все под один знаменатель. Мне кажется, вот это вот многообразие тем и ценны. Вот представляешь, если мы борщ, второе и компот смешаем в одну кастрюлю, то это очень неприятно есть. Хотя, тем не менее, есть что-то общее в этом всем. Но вот эта эстетика, культура разных традиций, постижение именно этого как индивидуально выраженного в конкретном контексте, в конкретном пространстве. А мой следующий вопрос вот какой. Ты задумался, я вижу. Я пытаюсь рассмотреть, потому что сказанное тобой может пониматься немножко по-разному. Возможно, речь идет о том, что методы не надо смешивать. Десерт не едят вместе с первым. Это просто разные стадии. И нельзя одновременно дать практику обуздание речи и зрения, и практику высвобождения мира, когда мы смотрим телевизор, смотрим на все, что нас окружает. Это не надо смешивать. Их нельзя сдать одновременно. Но они есть, и очень много параллелей. Я бы хотел, чтобы все-таки дух был подобен дух, который ходит между церквами, между разными конфессиями. И не ограничен никакой конфессией. Но в каждой есть метод, который поднимает человека. Он может пользоваться разными методами, но если ему удобно пользоваться одним, потому что еще ведь и люди, как спящие, они скоры на зло и медлительны на добро. Они готовы человека воспринимать только в этом облачении, только в этой конфессии. Вот у меня сейчас есть возможность поговорить с православным священником. И я много здесь говорю о буддизме, о ведантизме. Очень часто я прихожу к ведическим учтям, беседую, и я людям рассказываю о христианстве. И я так очень часто подразумеваю, что христиане на меня косо смотрят, потому что я рассказываю о ведическом. Я нормально смотрю на тебя. Бог свидетель. Мне кажется, ты немного превыше формы по этому. А ведические и буддисты иногда очень часто косо так смотрят. Ну это же, ну что, зачем ты нам об этом говоришь? Это уже прошлое, вчерашнее. Я говорю, нет, там естественно, если мы отвергнем Христа, мы не поймем цели, к чему идет человечество. По большому счету, Христос – это последний аватар воплощения Господа, обладающий и знанием, и силой. И не надо путать духовным учителям себя и уровень Христа, потому что он говорил, как власть имеющая. Доступен ли этот уровень всем? Доступен. Мы все сыны Божьи. Но являемся ли мы на таком уровне? Отнюдь не являемся. И если мы будем развиваться, тогда у нас есть шанс. Знаешь, одно, один учитель сказал, что ничего так не воняет, как духовное эго. Да, да, да. Ничего так не воняет, как духовное. Поэтому если мы стопы Господа коснулись, Его пальцев на стопе прикоснулись, а подумали, что мы всего Господа уже обняли, тогда Он говорит, отойди от меня, я не знаю. И даже вот то, что мы коснулись Его, уже может отстись всю нашу жизнь. Он нас сошлет в какую-то ссылку далеко, а мы будем помнить это прикосновение. Иногда и в ведической традиции, и в христианской традиции описывается Господь как солнце истины. Вот Серафим Саровский говорил солнце истины, а в ведической традиции есть коренная мантра. Вот в христианстве, как отче наш, а у них есть гайетри мантра. Там та цавитур, то духовное солнце. Так вот оно настолько ярко, что человеку попадает в глаз один маленький лучик, и он ослепляет его. Он думает, что он понял все солнце из той стороны, и с этой, что внутри солнце. Один маленький, настолько велик Господь. Будде попал маленький лучик, и он сказал, о, Бог безличен. Бог безличен, что вы думаете, он имеет личность разве? Христиане воспринимают Бога как личность. Но в ведической традиции там сказано так, он и личностен, и безличностен. Понятно, что везде есть вульгарные понимания христианства, буддизма и так далее. Например, Будды вообще нет. Он сделал все, что угодно, чтобы его не было. Он посчитал, что мир страдания, и из него нельзя никак выбраться. Но буддисты молятся Будде. Говорят, пожалуйста, помоги. Кому они молятся? Есть вульгарное понимание буддизма. И до сих пор вы можете видеть статуэточки у людей, которые считают, что больше нужно в ведическую традицию идти, в буддийскую традицию. У них куча там своих атрибутов, не меньше, чем у христиан. Так вот, каждому чуть-чуть лучик попал, и мы собрать эти лучи вместе, почувствовать это, это достаточно важно. И то, чему учит Христос, что мы изменимся, мир может измениться. Если мы этот месседж, это послание пропустим, значит, мы не любим Господа и не любим посланников Его. Мы должны учиться. Иногда одного луча достаточно для того, чтобы осветить человеку путь. И есть люди, которые, может быть, в силу определенных способностей или своего жизненного пути, может быть, им не открыт этот путь интеграции. Им достаточно того, что сегодня это солнце, может быть, даже за облаками, освещает его личную дорогу. В этом смысле, когда я вижу, что человеку достаточно маленького света, который освещает ему путь, и, может быть, он ослепнет от большого света, если показать ему больше. Слава Богу, если человек выбирает хотя бы какую-то традицию. Он умрет от переедания после долгого голода. Именно поэтому мы возвращаемся к теме учителя. Учитель нужен, потому что иначе он по мере дает, по возможности дает. Опять же, маленького света достаточно для чего? Если вы выбираетесь из ада, и вас нужно немножечко подкормить, чтобы вы хоть ожили, хоть мир увидели, что он не агрессивен, что он может быть и добр, и по вере вашей будет, и так далее. Тогда да. А вот если вы пришли, и вы немножко другой природой, вам ничего не нужно. Вы не пытаетесь спастись от чего-то, а вы говорите, Господь, мне ничего не нужно. Хочешь, убей меня, хочешь, дай мне жить. Но я хочу познать тебя. Я хочу узнать, для чего здесь все это вообще. Тогда это другой уровень обучения и самообучения, образования, обучения с гуру и так далее. Тогда это интересно. Поэтому, если вы сильные, то идите к большей еще силе. И еще, в церкви вот обычно приходят молиться, дай мне это, дай мне это, да. Бог как исполнитель желаний, как автомат, в который монетку бросил, он там выбросил что-то, да. А вот тут пришел в церковь и сказал, Господи, чем могу помочь? Да, на Господи. Да, на Господи. И поверьте, что это не значит, что у вас нет руки, и скажете, вот бы мне руку, а помочь я не... А мне бы помогли. Не в руке и не в машине, и на марке дело, да, есть у вас или нет. А в том, кто вы. Вы можете быть хромым и бедным, а в сердце вы уже открыли царя, и вам больше ничего не нужно. Это ваше царство и ваш мир. И тренированному сознанию он легко достается. Бог все дает в руки таких людей. Вы можете быть внешне даже ущербным, а все равно у вас Бог и царь. И вот этот царь, он понимает царя неба, потому что природа одна царская. И тогда он помощник ему, его вассал. У Григория Соломоновича Померанца есть такая интересная статья «Богу нужно помочь». И вот здесь очень важный момент, конечно же, как мы можем помочь Богу, если мы рассуждаем с позиции маленького я. Но само намерение. Вот я, пошли меня. Помнишь, у пророка Исаия есть интересный момент, когда Бог сидит на небесах и говорит «Кого бы мне послать? Огромное количество народа послать-то некого». Исаия слышит, говорит «Господи, вот я, пошли меня». Здесь даже целый католический орден, я знаю, который назван именно этими словами. Вот я, пошли меня. И вот этот момент, желание быть посланным, желание послужить, желание подставить плечо, это на самом деле здорово. В связи с тем, о чем ты говоришь, мне хотелось бы спросить вот о чем. Какую тенденцию сейчас ты видишь в мире? Мир в духовном смысле больше деградирует? Или наоборот, мы как будто бы в большей степени, мы, как человечество, пробуждаемся, ищем духовного? Что ты видишь как тенденцию сегодня? Во-первых, я бы посоветовал всем прочитать книжку, называется «Человеческий цикл» «Схеоробинда». Там как раз о ритме и времени. И не нужно, как сейчас бизнесмены говорят, путать тренд, большой и малый тренд. Есть тренд, поднимается доллар, есть тренд, опускается доллар. И бывают циклы. Когда-то я обучался бизнес-искусству, и мне задали такой вопрос, а может одновременно он подниматься и опускаться? Тогда он меня поставил в затруднительное положение. Так вот, такое бывает. Общая волна вверх, а внутри несколько маленьких таких падений. Он волнистый, но идет вверх. Так вот, я думаю, что он волнистый, с микрокризисами, но идет вверх. Бог проявляется в мире, и он ищет сам себя. Он ищет сам себя, и он протягивает оптиковолоконные линии между городами. Он хочет увидеть себя. Он первый раз сделал зеркало, чтобы посмотреть на себя. Он делает орудие труда, чтобы ему легче было защищать себя и кормить самого себя. Мир, конечно, эволюционирует. Но каждый раз, поскольку он еще, видимо, в стадии оленя, сам вот мир, да, он понимает, что ему надо развиваться, он же понял. Но он еще пугливый. Он думает, а вдруг религия – это мракобесие. Давайте мы отречемся от нее. Вот ученая мысль, вот это, вот это нас продвинет и так далее. Обиженная религия тоже говорит, ах так, тогда вы наши тоже враги. Потом мы начинаем объединяться. Интернет, телевидение, с одной стороны, отвлекают нас. Мы ведь и дух, и плоть, которые, по сути дела, все равно дух. Но ведет она себя по-плотски. Поэтому мы можем по телевизору посмотреть духовную передачу. А можем посмотреть с насилием, с каким-то деградирующим. Поэтому это Бог, который… Есть такая история, легенда, очень красивая, ведантическая, когда мужской и женский аспект Бога, сила – это женский, а сознание – это мужской. В Евангелии тоже, кстати, говорится, почитайте отца и мать, но тоже более глубоко. Отца как духовная, мать как энергию материальную. Кстати, когда в христианстве не хватало материнского аспекта и поклоняясь только мужскому аспекту, начались иконы Божьей Матери распространяться. Не хватало вот этой жизни, энергии и так далее. Руах тоже – дух святой, душа святая, женского рода. В переводе на русский язык, да, мужской род получился. Подмену изменили, женский аспект должен был проявиться. Так вот, в индийской традиции тысячелетняя она, конечно. Иисус пропавел три года, его пытались забить камнями все это время и под конец распяли. А в Индии есть традиция такой духовной демократии. Они ходят, говорят друг к другу. И самое ужасное, что они там могут сделать – это лишить сана. Так вот, идея заключается в том, что есть Бог, есть его супруга, и иногда они называются Кришна, Радха. И они вот играют в лесу, маленькие дети. Маленький ребенок Кришна бегает, и маленькая девочка Радха. И Кришна говорит, давай во что-то поиграем. И Радха, давай поиграем в прятки. И в этот момент взрыв, вот этот вот большой, да, и начинает разлетаться вселенная, образуется поле игры, где в каждом пространстве, в каждой наименьшей частице этого материального мира спрятан сам Господь Кришна. А Радха говорит, я спрячу тебя, и ты не найдешь сам себя. Он говорит, найду. И он ищет себя. Ищет себя, он развивается, его потенциал не ограничен ничем. Он не мирится с своим ограничением, потому что он истинный царь. Появляются живые формы, появляется человек. Человек в первый раз может сказать, я есть, да, я знаю, кто я. Поэтому мир без всякого сомнения идет вперед, но могут быть регрессы. Могут быть регрессы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...